Здравствуйте, мои любимые зрители. К сожалению, почти каждый садовод при выращивании рассады сталкивался с таким опасным заболеванием, как черная ножка. Явным признаком поражения рассады черной ножкой является образование темного перешейка у основания стебля. Можно еще сказать, потемнение в области корневой шейки, что в итоге приводит к полеганию растений. Стебель загнивает, размягчается и надламывается. Рассада вянет и гибнет. Черная ножка – это опасное заболевание. Вызываемое многочисленными видами патогенных бактерий и грибов, обитающих в верхнем слое почвы. При подходящих условиях поселяются в приствольной зоне растений. Главная опасность данного заболевания в том, что если заразилось одно растение, то заболеть могут и все соседние. Наиболее часто черная ножка поражает рассаду на этапе после прорастания семян, до появления первых двух, трех настоящих листочков. Итак, благоприятные условия для появления черной ножки у рассады томатов и других культур, является чрезмерная переувлажненность верхнего слоя почвы. Чтобы не допустить этого, во-первых, перед посевом семян необходимо обязательно обеззаразить почву для рассады. Почва должна быть рыхлая, воздуха и водопроницаемая. Если земля будет плотной, то вода будет застаиваться, а почва будет закисать. Во-вторых, как уже понятно, нельзя переливать рассаду. Поливать надо умеренно и не слишком часто. И только после подсыхания верхнего слоя почвы. А на дне емкости для рассады должны быть дренажные отверстия, через которые будут выводиться все излишки влаги. После полива на поверхности может образовываться земляная корка, препятствующая проникновению кислорода, способствующая застою воды и активизации болезнетворных грибков и бактерий. Поэтому рекомендуется периодически рыхлить поверхность почвы через несколько часов после полива. Чтобы верхний слой почвы быстрее просыхал, после посева и пикировки рассады поверхность земли, рекомендуется посыпать прокаленным речным песком. Слоем 2 мм. Благодаря слою песка, прикорневая зона будет сухой, без переувлажнения. Ведь песок просыхает гораздо быстрее обычной земли. Если подоконник, на котором вы выращиваете рассаду слишком холодный, то можно под лотки с рассадой подложить утепляющий материал, например пенопласт. Также, причиной заболевания рассады может быть загущенная посадка. Рассада должна расти свободно, без тесноты. Поэтому ее нужно вовремя прореживать и пикировать. Сеять семена на рассаду нужно по правильной схеме. Расстояние между семенами в рядке – 2 см. Промежуток между рядами – 3 см. При свободной посадке верхний слой грунта хорошо проветривается и быстро просыхает. Очень влияет на здоровье рассады температурный режим выращивания. Важно обеспечить правильное температурное условие до появления всходов в районе 25 градусов. После прорастания всходов нужно понизить температуру до 15 градусов тепла и поддерживать такую температуру неделю. Спустя 7 дней повысить до 20-22 градусов днем и 16-18 градусов ночью. Важно избегать перепадов температуры, особенно днем и сильного понижения ночью. Также рассада помидоров должна получать полноценное освещение. 12-14 часов в сутки. При дефиците естественного света можно использовать фитолампы. Нехватка света приведет к вытягиванию сеянцев, к их ослаблению, а значит, они будут больше подвержены черной ножке. Для профилактики от черной ножки можно использовать фунгициды. Например, можно после посева томатов пролить почву препаратами фитоспорин, аллериин, гомеир, здоровая земля, привикур. Таким образом, фунгициды обеспечат более надежную защиту от опасного грибкового заболевания. Кстати, помимо покупных препаратов, можно использовать народные средства. Например, для профилактики черной ножки эффективно опудривание поверхности земли древесной золой. Надеюсь, теперь вы можете уберечь свою драгоценную рассаду от этого опасного недуга. Может, у вас есть какие-то советы и интересные идеи? Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Всем удачи и хорошего настроения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok